Мне даже стыдно, что я такие простые вещи объясняю, но глядя на ваши статы, мне приходится это делать, это даже касается верхней группы. Я напоминаю парню, кто катает АБ-10, АБ-15, эта информация не на 100% актуальна для вас, потому что из-за того, что ваш средний оппонент гораздо более пассивный, у вас гораздо больше кишей, которые завели полководы посмотреть на флоп, пытаться реализовать преимущество позиций полководы этих же и даже больше выбросили на флопе. Поэтому у вас гораздо больше примеров в случае, когда ваш конбент, даже какая-то вот эта треть, будет работать гораздо лучше, чем на высоких и средних лимитах. На средних же лимитах уже поле кишит регами, и вот просто так вот сидеть, кликать третюшку, чтобы бабки вам в карман шли, вам не дадут. Легкой прогулкой это не будет, если вы уже сели играть дороже. Поэтому вот эти все трети, они не работают. И есть только некоторые исключения, которые я вам сейчас покажу. Давайте коротко просто пройдемся, за счет чего мы решаем, с какой частотой ставить, к каким сайзом. То есть, во-первых, частота зависит скорее всего от эквити, если мы сильно лучше ставим чаще, если у нас равное, то ставим сильно уже, или не ставим вообще, в зависимости от дальнейших факторов. Дальше очень важно наполнение рейнджа нациями или капность оппонента, например. Там многие доски, где у нас вроде бы равное по эквити, ну, например, какая-нибудь, я думаю, 10 хай доска. Да, 50 на 50. Из-за того, что в нашем рейнже там все хорошие десятки и перевес по оверхуарам, и нет капности по сетам, то мы все же имеем право ставить, хотя и не так широко. Есть же доски, где оппонент не капнут вообще никак. Например, доска там 7, 8, 9 условно, где у него все три сета из 3, например, есть. У нас ровно те же нации. То есть тоже 50 на 50, но смысл здесь другой. Здесь как раз-таки большая часть рейнджа, это руки, которые попали и не попадают вообще. То есть мы там полдэквити практически не достигаем. Или там еще более худший вариант, какая-нибудь 8, 9, 10 доска, где тупо, видите, там все зелененькое, там желтенькое. То есть я полностью попал оппонент в позиции, а у нас куча, ну, полного какого-то говна. А то есть АК плюс мы еще и без позы, плюс еще доска меняется. То есть в эту доску мы не ставим вообще ничего. То есть вроде эквити и там, и там плюс-минус похоже, но туда мы что-то ставим, то есть, а сюда мы не ставим вообще ничего. То есть самые лучшие доски это вот, наверное, тус-7-2 какие-нибудь, потому что у нас, во-первых, оппонент капнут на сектузов, оппонент капнут на АК, у нас куча вот этих рук с хорошим эквити против бренджа, а у него также значительная часть бренджа, вот эти вот те руки, которые не попали и особо ничего не могут сделать, особенно если мы туда еще чуть больше третьим насыпем, то Чел как бы вынужден выбрасывать больше половины своих, и это выгодно для ставки. Дальше. Очень еще важный показатель это глубина стеков. Во-первых, это причина в том, что в коротких стеках чаще мы играем эти споты в более глубоком ЭЦМе, то есть связанность, и с этим связано то, что люди в коротких стеках чаще колдят. В коротких нет такой хорошей реализации, как в глубоких стеках, и люди вынуждены часто там свои бэкдоры выбрасывать, особенно на какой-то увеличенный сайт, потому что он понимает, что он сейчас колдит на тернию, прилетает Алы, но он ничего не сможет сделать. Ну и в принципе людям технологически тяжело тянуть плохие карты, когда понимают, что часто их поставят сразу на тернию, тяжелая ситуация, в отличие от глубоких стеков, когда они понимают, что они могут сейчас заплатить флоп, под тернию купить хорошую, заплатить еще раз, и там на ривере еще раз купить или запульковать. В глубоких стеках игра идет какое-то форсирование, и люди сразу выбрасывают даже больше, чем должны посовывать. Но единственное, что не забывайте, что в коротких стеках только люди гораздо больше ловушек вставляют. Ну и также вот то, о чем я говорил, еще очень важный факт, это динамичные доски. Самая кровь из глаз у меня идет, когда вы начинаете какие-то огромные беты, уехать там 5-6-7, 7-8-9, 8-9-10, причем не с нацами, то есть, ладно, если мы считаем, что ничего не выбрасывают, и по какой оппонентам там сбалансированным мы или нет, тогда логично, что нацами должны ставить с огромными ставками, это окей. Например, 7-8-9, мы стрит получили такие, о, оппонент выбрасывает минимум, но значит здесь я буду сразу добирать большими конями, пусть жир у меня по щекам течет, оппоненту все равно попой, даже если я ему покажу наш стрит, он все равно свой ганшот не выбросит. Но когда вы там тузы свои, с топа б глубине идете, хуйняете, 8-7-9 доску, двумя третями, или там под бетом каким-то, авербетом получаете рейзы, еще выставляетесь, когда там у оппонента тупо 16-17 комп стритов, условно, то есть, и хуже он никогда ни на чем не ставит, еще и двух пар убирает, и это просто полный пиздец. То есть, именно помните, если у вас какой-то супермощный эквити, относительно там неубиваемый, или который нуждается в протекте, но при этом супер, оно сильное, например, там сет какой-нибудь на опасной доске, но оппонент будет тянуть, и вы реально собираете свою вэлью, а не ситуации, когда у вас там овербара не блочит никакой вэлью, вы ее хуйняете, у вас против рейнджа оппонента против кого-то 50% нету, так еще и вы на огромное количество тернов в пиздец попадаете. Вот это очень печально. И запомните, чем глубже стэк, и чем динамичнее доска, тем более мы склонны сушить нашу игру, то есть, играть от чекового, то есть, сохранять наше эквити, это не разгонять банк, так как по реально огромному количеству ранаутов мы будем вынуждены сдаваться там, или чекколить, сделать там крайн колы каких, без позы будет очень тяжело. Теперь перейдем конкретно, то есть, какие ситуации хорошие, чтобы поставить конбет без позиции. Самая лучшая ситуация, сухие AX-доски, это доски, в которые всегда OpenRazer попадает лучше за счет перекоса огромного количества AX-ов по сравнению с коллером, и плюс еще и капнутости на Тускоророль, то есть, довольно мощные топ-пары, которые доминируют в другие топ-пары. При этом, как правило, у нас еще и больше двух пар, в отличие от коллера не с баттоном. А также, ну, то есть, у него два сета есть, но у нас три сета, и по AX-ам мы сильно старше. И даже, вот посмотрите, если у Фавзиля забить, если он будет тянуть свои тузы, даже будет тянуть все свои пары, если он все будет протаскивать, это половину рук он выбрасывает. То есть, надо ставить только, наверное, желательно все же не четверть. Хотя, если оппонент доверчивый, вы знаете, но видите, что он не супер такой душный, который все протягивает, там любые валет 10 тянет, ну, то есть, более доверчивый игрок. То есть, обращайте внимание на то, как человек борется за банки, как выбрасывает. Можно отправить третюшку. Если душный оппонент, ну, насыпьте пол-хота или там 55%, это будет иметь смысл, потому что вы как раз окажете влияние на огромное количество рук. Баррелить дальше, на самом деле, нужно только какие-то хорошие блокерные руки, и желательно еще есть, чтобы Эппетит пошла. Потому что мы на флопе добиваемся громадного флопа идти в этих спотах, ну, то есть, пускай до доска. Следующий пункт, куда мы хотим ставить много, это какие-то сухие кайксы. У оппонента много вот этих вот, дамы, дамы 10. То есть, у него вроде есть, конечно, вот эти кайксы, но он, во-первых, капнет на туз короля, во-вторых, он часто вот эти руки туз поля, туз дамы у него все есть какие-нибудь, а король дамы люди чаще гораздо отправляют в 3-бет. Ну, особенно там, чем раньше позиция, тем чаще там, в принципе, может отсутствовать король дамы вообще. А это очень сильно улучшает нашу ситуацию по этим доскам. То есть, здесь преимущество не такое, но по факту люди довольно доверчиво могут отнестись к нашему бету. Если в поздних позициях, и там, например, больше вот этих вот всяких бродвеев, но в эти доски мы всегда ставим только большим сайзом. То есть, все блефы в них работают только большим сайзом, при этом мы добирать тоже хотим большим сайзом. Ну, и еще хорошие доски, особенно против средней позиции, это спаренные доски. Типа, особенно там, маленькие спарочки какие-нибудь. Причем в них мы тоже, мы не третье насыпаем, а в них мы насыпаем большую ставку. Причем смотрите, как это работает охуенно, что мы треть насыпем, оппонент, ну, реально, на любые, вот, любой бэкдор протянет. Еще и туз дамы там зацепят, и туз валет. Просто ноль, сто процентов. Если мы придем туда две трети, понятно, что солвер тоже и на две трети это все протянет, но живой человек, как правило, просто скажет, у меня эти качели, реально очень жестко за оверхолдом. На ставку там процентов 80, потому что ему еще играть по следующей улице, непонятно, что покупать и прочее. То есть скажет, блин, у меня здесь есть же Коухаус, как раз вспомнить про те три восьмерки, которые есть у него в ренже. И еще скажет, да еще и оверпары есть. Но здесь реально мы колоссального полдек достигаем, и оппонент хапнут. А у нас как бы еще и туз-2 какие-то есть. И вот смотрите, сколько у нас вот зелененьких рук оверпар. То есть за счет них как раз таки мы и хотим, как правило, здесь атаковать оппонента. КОНЕЦ